В эфире Еда живая и мертвая. Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Публика, которая часто ходит в рестораны, это совершенно особые люди. У них есть деньги и желание, чтобы их постоянно удивляли, поражали, развлекали, причем не только вкусами и ароматами, но и рестораторы стараются соответствовать. Вот вам три примера заведений, визиты в которые сложно забыть. Кормить посетителей не заморской экзотикой, а местными сезонными продуктами. Это сейчас в моде в ресторанах по всему миру. Но иногда возвращение к корням принимает весьма необычные формы. Например, в швейцарской деревне Эшольцмат есть заведение, где применяют в готовке такие сверхнатуральные компоненты, как земля, ржавчина и камни. Вместе с человеком, который все это придумал, незаурядным поваром-самоучкой, обладателем звезды Мишлена Штефаном Визнером, мы отправляемся поутру в поход за продуктами. Сейчас мы идем на болото. Я беру с собой свою собаку, Леви. Собака будет тянуть санки-волокуши с лесными трофеями. Первая остановка – муравейник. Здесь Штефан соберет ароматную кислоту, созданную насекомыми. Да-да, ту самую, которую советские дети с наслаждением слизывали с соломинок, вставленных в муравейник. Да, очень резкий запах. Конечно, это кислота. Муравьиную кислоту в ресторане Штефана добавляют в сметану, сливки, йогурты и маринады для мяса. Самими муравьями тоже иногда украшают готовые блюда. Штефан собирает и более привычный для нас березовый сок. А еще показывает, как с помощью специального гаджета, придуманного в Техническом университете Цюриха, можно услышать внутреннюю жизнь дерева. Уловленное и усиленное сокодвижение напоминает музыку. Все, что он делает, ради того, чтобы посетитель, заплативший немалую сумму от 390 франков, то есть 26 тысяч рублей за визит, пережил особые эмоции от соединения с природой. Конечно, Штефан делает это грамотно, не беря ничего ядовитого и, главное, только украшая нормальную еду сказочными байками, древесными экстрактами, рябиновыми почками и даже землей, непременно извлеченной с безопасной глубины. Один биолог мне сказал, Штефан, если посильнее углубиться, не менее чем на один метр, можно есть землю. И, кстати, здесь особенная, уникальная земля. Если добавить шоколада, немного виски, сахара, прелесть. Супер вкусно. Хорошо, супер. Ты должен попробовать. Кисловато, но нет камней, это хорошо. Совсем не тяжелый, не слишком насыщенный вкус. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нравится? Я был в шоке, но верный пес и бровью не повел, не став отказываться от кусочка свежей земельки. Разгадка, конечно, в том, что это на самом деле была не земля, а торф, известный своими бактерицидными свойствами. Абы какую почву есть, конечно, не надо. Но настоящее колдовство начинается у Штефана в лаборатории. Здесь собрано в виде порошков, вытяжек, настоев, все самое неожиданное. Ржавчина, камни, все типы швейцарской древесины, даже гусеницы шелкопряда, их в ресторане запекают или делают хлеб. Хозяин еще раз удивляет гостей. Наряду с традиционными поварскими инструментами использует бензопилу и уличный пылесос, чтобы добыть и собрать опилки, а потом дистиллятором извлекает из них смолистый древесный экстракт. И вот, наконец, готова еда. Штефан показывает нам реальные блюда из своего меню. Например, к пюре из лука и печеночного мха он добавляет травы, плаун, похожий на хвощ, болотную тину, листочки ежевики, почки подорожника. Все это мы как раз собирали в лесу и заливает луковым соком. Очень вкусно! Еще одно блюдо. Сырое мясо косули с боровиками и лисичками, лесным клевером, медом, ореховым маслом и муравьиной кислотой. Подается на муравейники. Я боюсь, но попробую. Нет, давай ты. Это просто фантастика. Это шок. Не ожидал. Не ожидал. Но у него еще не все. На десерт Штефан подает сосновое мороженое, консервированные ягоды из болота и торф с шоколадом. На этом месте должна была быть реклама энтеросорбирующего средства, которое я на всякий случай вожу с собой в командировке. Пока, к счастью, ни разу не пригодилось. Но Штефан уверяет, что тут все безопасно. Это очень вкусно. Он молодец, что не перебарщивает со странными ингредиентами, в основном использует обычные. А вот эти вот безумные, они создают какую-то нотку, нотку приключения. Ты ощущаешь себя героем, а от этого тебе еще вкуснее. Теперь я понимаю всю концепцию. Все это привлекает в ресторан к Штефану все новых гостей, жаждущих кулинарного приключения. А сам он не сходит со страниц модных изданий про еду. Необычные гастрономические впечатления можно получить не только от особенной еды, но и от самой ситуации, в которой ты ее употребляешь. Особенно если при этом ты вообще не понимаешь, что именно ешь. На этом построена концепция ресторанов, которые есть во многих городах мира, в том числе и в Москве. Гостей здесь обслуживают в полной темноте. Отчасти это аттракцион, отчасти способ трудоустроить незрячих, которые здесь работают официантами в темном зале. Конкретные блюда заказать невозможно, ведь главный интерес в том, чтобы догадываться. Поэтому гость выбирает просто направление – мясное, рыбное, овощное или все сразу. А дальше он складывает все потенциально светящееся в шкафчик, ничто не должно нарушать темноту, и попадает в руки официанта – проводника в мир, где не видно низги. Добрый день. Кладите мне руки на плечи, я вас проведу в темный зал. Пойдемте. Извините, я вам на нагону сцепил. Ничего страшного, я привыкла. Мой гид – Лариса. Она работает здесь уже 12 лет, с самого основания. Потеряла зрение в возрасте 20 лет. Думала, что всю жизнь вынуждена будет сидеть дома, но потом прошла строгий отбор и нашла вот эту работу. Съемку в темном зале мы ведем при помощи особой инфракрасной камеры. Я нащупал нож, справа вилка, да? Очень интересно. Лариса, я готов. А если вы мне тарелку на руки поставите? Нет, я обычно. Трогаю. Перед вами закуска. Теперь проблема, как не пронести кусок мимо рта, да? Большая часть гостей ест руками. Да вы что? Но вилкой тоже пробуют, да. Да, вилочкой-то не очень получается. Очень интересно. Нет, я на руки не буду сразу так переходить. Я вообще не понимаю, что я ем. О, рыба. Вот рыбу я узнаю. В итоге, конечно, я тоже вынужден был есть руками. И все это вместе было интересно. Все, все. Вы уговорили, все. Руки, руки пошли. Сдаетесь. Я сдался. Сдаетесь. Сдаетесь, да? Сдаетесь, да? Сдаетесь, да? Браво. Нравится в ресторане, правда, не всем. Бывало ли такое, что люди не выдерживали темноты и досрочно выходили? Я на памяти помню по крайней мере двух человек, но тем не менее это состоявшиеся случаи, когда люди просили выйти. Но некоторые, наоборот, входят во вкус и придумывают дополнительные элементы развлечения. Например, переговариваются и пытаются угадать по голосам, как выглядят сидящие за соседними столиками. Любопытно и увидеть потом, что же именно ты ел. Это очень интересный опыт. Когда ты начинаешь вчувствоваться в то, что ты ешь, еще домысливаешь себе, еще пытаешься угадать, ты какое-то новое удовольствие от еды получаешь. Это тот случай, когда потраченных денег, полный набор блюд стоит 2400 рублей, не жалко. Чувство такое, как будто сходил в театр, причем сам же в нем и сыграл. Впрочем, это еще не все, чем можно заняться во время еды. А в Брюсселе есть летающий ресторан. Вот он пока еще на земле, но уже готовится уйти в отрыв. Вообще, этот проект на стыке, я бы сказал, ресторанного и циркового дела постоянно путешествует по миру. Совсем как цирк Шапито. У нас как урок звезд. Есть даже постоянные поклонники, которые следуют за нами повсюду. Приезжают в Брюссель, Антверпенс, Антропе, Монако. Подготовка к полету начинается еще на земле. Столы сервируют, на гостей надевают ремни безопасности, а дальше платформы, их три, кранами поднимают на высоту в 50 метров. В центре орудует шеф, доводя блюдо до готовности. Основа делается, конечно, еще на земле. Ему помогают два официанта. Для нас в тот вечер готовил звездный кулинар. Обладатель звезды Мишлена Давид Мартен. Самое сложное – учесть все погодные условия. Стол ведь открытый. Иногда слишком ветрено или жарко, или холодно. Вот я сейчас задел телефон случайно, и у меня такой, знаете, холодок пробежал первый раз в ногах. Неприятное чувство. Надеюсь, отвлечься едой. Тунец внутри королевский граф. Поехали. Стоит такой ужин в небе немало. 285 евро. Больше 20 тысяч рублей. Но от желающих нет отбоя. Я, кажется, понял, в чем тут главная фишка. Ты делаешь нечто привычное в абсолютно непривычной обстановке. И я вижу по лицам людей, что они все ощущают себя героями, как будто они по меньшей мере летят на Луну. Ну и, в общем, всем хорошо. Это же приключения. Мне хорошо тоже. И вкусно. Лангустины на высоте. Во всех смыслах этого слова. Меры безопасности, конечно, продуманы. Внизу под платформами никто не ходит. Мало ли упадет нож или вилка. Если кто-то из гостей захотел в туалет, крановщик послушно опустит платформу, хотя перед началом всех просят сходить. Вообще представление с подачей трех блюд и десерта длится от двух до трех часов. И за это время успевают расслабиться даже те, кто заметно нервничал в начале. Ну а к концу полета вся платформа и вовсе танцует. В задачу шефа ведь входит не только накормить, но и прежде всего развлечь. Да, в рестораны теперь модно ходить, как на шоу. И несмотря на странность происходящего, я лично удовольствие получил, потому что испытал новые эмоции. А это в современном мире, где никого ничем не удивишь, ценится больше всего. Я!